Поэт, график, фотохудожник, актер-полиглот. Он воевал в Афганистане, работал научным сотрудником в Институте вирусологии Иран, окончил ветеринарную академию и духовную семинарию. Знал 102 языка и даже придумал свой собственный. Вилли Мельников запомнился рязанцам выступлениями на музыкальных и творческих площадках города. Он очень компанейский, он нисколько не задирает нос и с ним очень приятно общаться. Было всегда интересно и как-то легко и просто обогащался. Ко дню рождения удивительного человека, которому в этом году исполнилось бы 55 лет, в Музее истории молодежного движения открылась выставка его работ. Своей коллекцией с музеем поделилась жена Вилли. Выставка, на первый взгляд, кажется действительно необычной и непонятной. Но вот таким необычным человеком был сам Вилли Мельников. В небольшом зале можно увидеть коллекцию бабочек и насекомых. Каждый экземпляр тщательно сохранен и имеет научное оформление. На стенах висят фотографии, сделанные художником, его автобиографии, калаш из обычных предметов, пропитанных переживаниями и собственным видением мира. Присутствуют на выставке и рисунки ручной работы. Имея шведские корни, Вилли Мельников активно интересовался драконографией. Причем этих драконов он рисовал маркерами. Вот буквально он мог разговаривать с человеком, какое-то шло общение. И тут же, то есть он ни секунду не оставался в покое. И тут же начинал рисовать. И вот в зависимости от обстоятельств, в зависимости от ситуации, от того человека, с которым велась беседа, и появлялись вот эти вот драконы. Вилли Мельников впервые приехал в Рязань более 20 лет назад для выступления на арт-фестивале. С тех пор город захватил его сердце. Он часто гулял с фотоаппаратом и запечатлел многие дома, которые сейчас уже не существуют. Он включался и начинал. Зачастую тут же там стихи приходили, какие-то фразы очень интересные, острые. Какая-то возникала внутренняя реакция, ну такое оживление. Человек включался. Вилли нередко говорил, что его сердце Рязаньето. И город ответил ему взаимностью. В поселке Шлаково появился его ростовой портрет. В память о друге изображения создал художник Владислав Ефремов. Место было выбрано не случайно. Сама вообще вот эта архитектура, двухэтажный домик, там интересная структура слона, там какая-то вот, что называется, эргономика, атмосфера этого района. По-моему, эти дома строили немцы. И, в общем, вот это все его привлекло. Вилли Мельников регулярно приезжал в Рязань с выступлениями. Причем аудитория для него не имела значения. Он с радостью выступал как на больших городских мероприятиях, так и на уютных квартирниках. Весна, мерзлятся, медитая ли динозавры. Осень, а безглавгуст, нес скелетно на прохладбище. Семейная идиллия. Я рукоприкладом, когда ты надоела. Последний раз Вилли Мельников вышел на сцену тоже в Рязани. Это было в 2016 году на фестивале уличных музыкантов Подбелка. Он выступал почему-то вот без своего халата, вот этого фирменного. Ну, вот никто не думал тогда, что это будет последним выступлением, но, по сути, так вот и случилось. Легендарный халат теперь можно увидеть на выставке. Если приглядеться, то становится понятно, что это обычный медицинский халат, расписанный буквами из разных языков мира. Магию же создавал сам Вилли Мельников.